Добрый день, дорогие друзья! У нас в гостях новый спикер Дмитрий Вадимович Кузнецов, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Приветствую! Здоровья, спасибо! Дмитрий Вадимович, на прошлой неделе буквально информационную волну, информационный цунами породило выступление на Совете по правам человека по теме миграции. В том числе Ольга Алимова, ваш коллега, тоже депутат, она заявила, что они приехали сюда, у них семеро детей, восьмого родили, не работают, по высшей планке получают пособие 100 тысяч рублей. В итоге глава муниципалитета не может найти никого, кто согласился бы работать за 20 тысяч рублей почтальоном. Вы довольно плотно работаете по теме миграции. Какое у вас видение, как решать вот этот вопрос, несмотря на все заявления, то, что уже неоднократно до президента доносят. Находятся люди, которые говорят, у нас дефицит рабочей силы, у нас низкая безработица, рабочих рук не хватает, надо срочно завести еще больше народа. Ну, да, занимаюсь я вопросом миграции, потому что в начале этой сессии я в Телеграме сделал вопрос, чем вы, дорогие избиратели, хотели, чтобы я занимался. И вот на первом месте, там много тысяч людей подписывало, и вот на первом месте как раз был такой депутатский наказ заниматься вопросом миграции. Докладываю. Значит, вопрос, как всегда, комплексный. И ничего простого вообще у нас не бывает. Причем, в первую очередь, я думаю, что нам надо увеличить долю в миграционном потоке людей, которые наши по духу или по крови. То есть по культуре. Почему? Потому что эти люди, то есть имеются до представителей коренных народов, живущие за пределами Российской Федерации, недружественных странах, дружественных странах. Они, то есть русские, украинцы, башкиры, белорусы, татары, кто угодно, якуты, потомки наших бывших сограждан в Российском мире еще или Советского Союза, но именно представителей коренных народов Российской Федерации. Тех, у которых нет своей дружественной страны. Ну, в исключении, конечно, украинцев и белорусов, которые просто часть единой русского народа. Так вот, задача просто обеспечить условия для массовой репутриации. Тогда, если к нам приедет большое количество наших людей, то тогда, собственно, естественным образом, не нужно будет такое количество людей, которые не готовы интегрироваться, которые любят подпольные ММА-клубы создавать, которые не уважают нашу культуру, не уважают наши законы, не уважают наших граждан. То есть, ну, просто действительно, есть дружественные трудовых ресурсы, но важнее его своими заниматься. Сейчас странная ситуация. Есть как бы программа переселения соотечественников, на которой государство деньги дает. Но при этом как оно их дает? О, ты, значит, у нас проживал на территории России, знаешь, русский язык, вот тебе 50 тысяч рублей, я на полное, езжай, пожалуйста, в Хабаровск. Я говорю, я не хочу в Хабаровск. Я готов сам заплатить еще в три раза больше, чтобы в Хабаровск не отправлять. Ну, условно говоря, Хабаровск – это частный город, но не хочет в Хабаровск. Вот человек, куда им там на землю предков, куда им там, ну, может, северное место, в Булу. Ну, откуда в Хабаровск? Вот. И это, конечно, странная ситуация, поэтому программа соотечественников сбуксует, количество людей, кто по ней переезжает после ничтожной, в связи с миграционным потоком в Средней Азии, и это совершенно неправильно. Поэтому первое, что мы должны создать свой для массовой регуляции. Собственно, мы подготовили с командой целый пакет законопроектов для обеспечения этой самой массовой регуляции. Завтра, надеюсь, фракция наша его одобрит, и послезавтра несу я его в дом. Там, принципе, простой. Надо давать вид на жительство всем, кто докажет, что у него предки по прямой линии, ну, там, бабушки, например, дедушки, да, были представители передных народов Российской Федерации, тех, у которых нет собственной страны, и некуда деваться, ну, и плюс украинцы белорусы. Собственно, ничего нового здесь нету, тут не будет велосипед. Это вот карта поляка похожим образом работают, всякие немецкие программы, уж не говоря про израильские программы. Не надо что изобретать, надо просто приглашать своих. Я так думаю, что, к сожалению, в элитах своими воспринимаются, наверное, чужие люди, другие люди, ну, там, не знаю, со словами критерий, знаете, как вот, буфи, ада, или интернационал, там, или хаотический, то есть они свои, не люди по крови своей, а люди, у кого денег столько же. Ну, наверное, я еще не вижу, какая еще, может быть, приличная причина для того, чтобы до сих пор это не сделать. Настолько это, поэкзрит, тережит. Второе направление, это, конечно, надо открыть дверь для наших людей по духу. Что я имею в виду? Сейчас во всем мире огромное количество людей подвергается преследованию, потому что в недушных странах имеется в виду, либо за то, что они занимают пророссийскую позицию, либо за то, что они наши единомышленники в плане традиционных ценностей. Вот, например, есть огромное количество немцев, которые хотели бы куда-то из Германии переехать, потому что Америка в Европу обезжиривает, люди теряют экономические возможности, разоряются, просто разоряние находится. Плюс им не нравится вот это давление, вот это лобби. Они не в эту Германию переезжали, если это были русские немцы, или просто они не хотели в Германии жить, если это коренные немцы. Огромное количество американцев хотели бы переехать в Россию в такой целом создании штаба поддержки переселенцев стран НАТО. В доме такой, что пришли американцы, и такой, так сказать, нашей поддержкой создали общественный штаб. Буквально недавно помогает везжать люди в ручную, хотя бюрократия абсолютно против, но люди все равно влются, и буквально недавно познакомился с семьей одного очень глубинного американца, который вот это интересно. Вы общались с этими людьми? Судя по всему, да. А с какими сложностями они сталкиваются вообще при приезде? Потому что вот у меня есть один товарищ, он живет в Америке уже там очень давно, десятки лет, еще с 90-х, и он говорит, хочу, наверное, переезжать в Россию, но сразу так не готов. Можно ли мне на основании советского паспорта получить паспорт российский, а потом, когда я созрею, чтобы я уже переехал, но у меня заранее были документы? Вот такие вопросы бывают. Ну, я так понимаю, что ваш друг, он имеет корни в России, есть новый паспорт советский, в советском паспорте есть пятая графа. Если там написано не таджик, узбек или азербайджанец, то есть не представитель народа, очень уважаемого народа, на котором есть свое государство, а написано башкир, мудмурт, русский, украинец, белорус, то если наш закон будет принят, то он спокойно может принять в Россию и подать на БНЖ. То есть это последняя ступень перед гражданством. Ну, совсем сразу гражданство, давайте, как через чум, давай, покажи, что ты адекватный человек, имей все права для пожелания, для работы, на жительство, и покажи, что ты адекватный гражданин, разделяешь наши культурные ценности, с уважением относишься к твоей родине, и добро пожаловать домой. Но даже если ваш друг был без предков в России, а просто был наш единомышленник, просто захотел бы немец или американец, или англичанин, француз, который хочет перехватить в Россию, таких очень много. Когда бы этот штаб собирали поддержку, пересел на НАТО, там со стороны как раз со стороны американской, где-то оценка порядка 1 миллиона человек, который готов переехать. Миллион человек? Да, а что думаете? Просто мы имеем дело с американской пропагандой, мягкой, а реально там огромное количество голубин американского народа, которые видят, что ситуация ухудшается, и мне нравится эта алгебетизация, и мне нравится, что их детям в детских садях и школах... Но это очень большое число народов. Очень большое, я думаю, что нам столько не нужно. Я думаю, что нам в первую очередь там уже наши именно представители длинных народов, а что касается людей из стран недоступных Запада, которые хотят к нам приехать, потому что они наши единомышленники, я думаю, что если это будет десятки тысяч человек, это уже будет неплохо. То есть пустить хотя бы самых мотивированных, которые привезут сюда деньги, привезут свои бизнесы. Но это, опять же, был бы огромный эффект идеологически пропагандистский. Опять же, те, кто сейчас из России уехали, они бы подумали, блин, ну, значит, наверное, стоит все-таки вернуться, потому что это вот такая медийная подача, она здесь играет решающее значение. Это дополнительный эффект он точно будет, но меня-то больше волнует не пропагандистский эффект, а судьба нашей Родины. Действительно, людей мало, действительно, мы мало рожаем. Ну, у меня три ребенка, но я, скорее, исключение моего окружения. Поэтому нам действительно нужна миграция. Просто нам нужна миграция правильная. Те, которые ассимилируются, те, которые уважают нашу культуру, те, которые будут воспринимать нашу страну как родную, а не как среду проживания, которую надо эксплуатировать. мы видим это в отношении дальнейших от нас людей. При этом русские цари все это понимали. И у нас была последняя с Иваном Грозного, наверное, была вот такая высокая, как сказать, состоящая из представителей обычно высокопрофессиональных работников или единомышленников миграции стран Запада все время. от Ивана Грозного, Петра, Екатерины, там дальше старе 19 века. Собственно, поэтому я даже русских немцев я бы даже включил в перечень коронавирусов Российской Федерации, на мой взгляд. Потому что у меня с его там продерживая фамилия там Розен, это вообще близко. Немцы внесли большой вклад в развитие России и они абсолютно дополнили русский эднос. То есть они ММЭ-клубы спокойно точно создавали и не коррумпировали нашу прохранительную систему. То есть теми, в которой мы объявим тенденции со стороны мигрантов из других стран. Поэтому первую очередь это репатриация своих БНЖ для них. Вторую очередь это репатриация тех, кто пострадал за российские убеждения. Ну, их не так много, но вот это как раз важно, потому что это не пропагандистский фирм. Мы должны сами себя уважать, мы должны бросать своих. Сейчас, по сути, смешная ситуация на русской народной соборе, я слушал девушку из Латвии, она говорит, вот человек у нас в Латвии, там преследование за пророссийской позицией это не новость. Но там как получается смешная ситуация? Вот человек посадили за пророссийскую позицию, конечно, ему там что-то порешили, но даже если честно написали, оправдание страны агрессора, то есть оправдание России, он уже не может участвовать в программе переследование с отечества, потому что у него нет справки в отсутствие судимости, он же судимый, елкин. Но с Украиной тоже были такие моменты, кстати. С Украиной еще ужаснее, там вообще тысячи людей, которые просто реально сидят в тюрьму за российскую позицию, но здесь проще, потому что украинцы и так получают в прощенном порядке. А, допустим, латыш или немец, или, например, казахстан, или люди Казахстана, нет. И поэтому в другой законопроект в нашем пакете это за давать ВНЖ, за уголовное преследование на родине, за пророссийскую позицию. Понятно, что надо доказать органу, но это тоже важно. А третий пункт это как раз вот эти вот экспаты, которые уже не подвергались преследованию пророссийской позиции. Просто им нравится Ижи Байдена, им нравится этот вот прогрессизм. Они за традиционные ценности, они за Россию. Вот я буквально недавно, мне можно сказать, на дань человек приехал, вот приехал с его из Сихаса, там муж, женат или ребенок, просто они уехали по сути в никуда. Меня даже вдохновил храматюризм, потому что прорваться через бюрократическую систему нашу очень сложно. И он реально, вот у него, обычно это христиане, люди, которые сильно... А им по переезду сразу статус иностранных агентов не выдают? Ну как же, подвержены влиянию Запада однозначно. Все, школу там, колледж там. Он как раз, как раз вот такие люди, они самоубежденные наши сторонники. Потому что тот Леус, с которым я недавно общался, когда он уезжал ко мне, он как раз лучше всех знает и убежден в незаконном режиме Байдена за то, что его страна приняла Христа, его правительство. Вот примерно вот таким выражаются. Такие очень убежденные верующие конферваторы, они верят чудеса и поэтому кто-то из них прорывается в надежде на чудо. Но наши бюрократии им чудес особо не позволяет происходить, потому что до них это странно. Из Мишлова доходит. Вот один из как раз как подопечных штаба помощью этим экспатам, переселен в страну НАТО, он приехал в Шереметьево значит с желанием сражаться за Россию. Вот такой американец, он там артиллерист какой-то, и он значит приехал просто сражаться за Родину. Дальше все помнят Задорнов, он очень хорошо описывал эту глубинную американскую наивность. Когда его спасение цель визита, человек едет туристический визит, а цель визита с Российской Федерации умел сражаться за страну, за Россию, что такое. Ну и что вы с ним делали? Его, естественно, развернули и отправили обратно. Использу тупого дохода. Мы, грубо говоря, из-за того, что наша бюрократия такая костная система, которая не видит человека, она видит правила, и вот чтобы все было правильно, где же внутренний режим? Мы сами себе не даем поддержать себя как раз огромным количеством зарубежной поддержки наших людей по крови, по духу и по принципам, которые готовы нас поддержать и там и здесь. Ой, это очень интересно. На самом деле, давайте, может быть, снимем интервью с этими людьми, может быть, небольшую конференцию проведем. И все-таки, я думаю, это было бы интересно просто послушать из первых уст. Дмитрий Вадимович, а что касается цифры, один миллион чека, она у меня все-таки в голове никак не уложится. Примерно. Это как она получилась? Это миллион именно американцев или это в мировом масштабе миллион человек иноязычных, скажем так, которые к нам думают переехать? Это оценка только из Америки. Все довольно скромно. Дело в том, что Америка большая страна, не хотели около 400 миллионов человек, она в три раза больше нашей страны по количеству населения, и она очень разная. Мы просто имеем дело с элитой и с всяким Голливудом, и с силиконовой долиной. А реально внутри Америки, на Среднем Западе, в Техасе живут люди, которые воспринимают и силиконовую долину, и финансистов Нью-Йорка, и Байдена Ихлева, как не один Джо зовут парень, который тоже переехал сюда с женой, с четырьмя полгодцами, он сказал так, Дим, пойми, вот Байден вас не любит, но Америку он тоже не любит, потому что это все как бы глобальная мировая жаба, которая не заинтересована в России, в Америке, она заинтересована в своих деньгах, в своем влиянии, контроле на всей планете. Поэтому вот это огромное количество гнезинных американцев, которые там пашут свою землю, работают на производство каких-то, которые еще не все были в Китае, сейчас стали более-менее возвращаться. У них совсем другой взгляд, чем у элиты, которая пытается транслировать свое мнение нам там, через всяких инагентов, американцам, через СМН. У них другой взгляд, они не такую Америку как бы мечтали видеть. Они не хотели ЛГТ-парадов, они не хотели в Европах, там, транссенсуальность или что там еще делается, БЛМ и прочее. В основном, в основном, белые американцы. Кстати, что интересно, многие из них православные. Вот у нас переехал недавно, как раз тоже друг этого штаба поддержки переселенцев, ну, как это назовешь, еще священник, американский, но он американский священник, у него даже предков нет русских, но он американский батюшка, служит в Переславле заездка в Краснодарской области. То есть это бывшая православная церковь за рубежом? Я даже не знаю его путь, он, по-моему, сначала был евангельским христианином, потом стал прославным христианином, может, он уже стал священником, уже и в Горьбеце Московской Террахатой. Спасибо, Джозу Беницыну его зовут. Вот у вас хорошая идея, давайте, можете их собрать, он им все расскажет, у вас просто как глаза немножко откроется, что мир не такой, как вам рисуют милузы, или что вы там, для того, чтобы контролировать повестку, смотрите его иноген. Понятно. Хорошо, спасибо за детальный ответ, интересно, правда, это провести, думаю, займемся. Вы упомянули подпольные мамоклубы, тут как раз на неделе первый за долгое время такой, такой инпоповод, что задержанные, высокопоставленные полицейские, которые курировали, так сказать, некоторые этнические группировки, произошло это в Санкт-Петербурге, что раз и все-таки глаза открыли, что мигранты творят всякие делишки не сами по себе, вот это вот именно ядро проблемы, о которой мы говорим, не сами по себе мигранты, а некие структуры, которые часто являются криминальными структурами, борьба с этим элементом, как вам видится вообще, что нам нужно делать, потому что вот слышим о разных происшествиях, сплошь и рядом, опять же, приговоры, когда там за зверское убийство, там, вот на прошлой неделе дали шесть лет человеку, вот он зверски просто убил женщину, избил ее насмерть, ему дают шесть лет, почему, потому что он чисто сердечное раскаяние принялся, ну, как бы, по закону допустимо, вот настолько легкий приговор, а с чего начинать-то этот гордиев узел вообще, распутывать, или его надо разрубать, что с ним делать? Вот главное направление, я объяснил, нужно заменять людей культурно чуждых, не готовых интегрироваться, не готовых интегрироваться. Я с трудом себе представляю новость, что там репатриировался русский немец, вот он сделал кромпировал полицию, да, и сделал то, что уговорить. Не потому, что русские немцы лучше, просто ментальность другая, ну, они вот более послушные, им как бы кого-то кромпировать, это какой-то ужас ужасный, ну, ну, так воспитанно, да, это не вопрос, не делать человека лучше. Просто у каждого есть свое отношение к закону. Но понятно, что только открыть ворота для культурно близких недостаточно. Все равно, конечно, люди, которые приезжают работать, не коллекционно рабочие силы из стран Азии, это, я не вижу, честно говоря, ничего криминального в самом-то себе. Вопрос просто, как это делать? И тоже здесь не надо взглядать его в себе. Арабские Эмираты, население, в котором большая часть вообще жителей, это мигранты, и другие страны, которые имеют дело с рабочей миграцией, они все уже поняли, как действовать. Окей, пожалуйста, не приезжай, но ты заключаешь договор с работодателем, еще, какая-то предварительная договор, еще в стране своего пребывания. Ты приезжаешь сюда, уже зная, кому ты едешь работать. ты здесь работаешь, при этом шаг в право, шаг влево, и у тебя депортация, высылка обратно, да? Дальше приехал работать, но совершенно не надо привозить жену и детей. Ты работай, по работе уехай обратно, это замечательно, как наше времени, деньги он привез, семью, вложился в коммун в Таджикистан, и кто ж против? Но зачем такому человеку вид на жизнь, тем более граждан? Зачем? Поэтому я думаю, что здесь причина в том, что у нас не было государственно ориентированной дирекционной политики, она была бабкой ориентированной. Просто есть такой дикий рынок, есть заинтересованные в мигрантах. Давайте не бабка, а бабло, наверное, все-таки, потому что бабушек мы любим, ценим и уважаем. Бабло ориентированное. Есть представители бизнеса, которые заступили в мигрантах. Они заинтересованы к сожалению, многие из них знают, все же в мигрантах. Потому что если ты запрехтовал человеку еще в Средней Азии и привез сюда, то ты несешь в него ответ, то есть хочешь или не хочешь. Хотя, если на это тоже надо скрепить ответственность за человека, которого ты привозишь. Плюс ты не можешь его нелегально оформить, потому что числяется пересек, уже к тебе едет, он посчитан. А как хочется часто бизнесу? Где-то взять, не оформить, налоги заплатить, там ухлевать, потому что человек еще пропал, чтобы делать. Ну, а сейчас-то вообще вот это вот режим эксплуатации со стороны платформ, когда в Яндексе или там в каком-нибудь деливере или еще где-то человек вообще не оформлен, ну, то есть, он не является сотрудником, он самозанятый, ему денежка капает, но работодатель вообще никак не отвечает. Его можно легко просто отключить от сервисов, это не увольнение, ты же не поступал на работу, для работодателя это крайне удобно, никаких декретных, никаких отпускных, ну, куча вещей, от которых работодатель освобождается благодаря этому режиму, и мигранты с удовольствием устраиваются, почему вот огромное число новостей, провели рейд по складу Озон, провели рейд по складу Вайлдберрис, провели рейд по складу, и там куча нелегальных мигрантов, что они там делают, если они нелегальны, они не могут работать на территории нашей страны, а там могут, потому что там такие лазеечки такие, может быть, с этого начинать в первую очередь, изменение статуса сотрудников вот этих платформ. Я про это имею ввиду, что если Озон, Вайлдберис или Яндекс.Такси нужно какое-то количество официнных мигрантов, они фрактуют их в стране пребывания, дальше люди едут, они едут уже в Яндекс, Озон и Вайлдберис, Яндекс.Такси Озон и Вайлдберис отличают за их поведение, отличают за их какое-то социальное там благополучие какое-то минимальное и тогда нет нелегальных мигрантов, то есть люди едут работать, поработать, включают обратно. Вот это, об этом говорит мировой опыт. И это нам и нужно. Понятно, что это комплекс других мер, которые на нас тоже ответственность лежат. я думаю, что необходимо конечно вытворение за любые там мысленные преступления. Нужно лишение гражданства приобретенного за тяжкие, особо тяжкие мысленные преступления. Нужно считать, что нелегальный статус это течащие обстоятельства при совершении вышленных правонарушений. То есть понятно, что есть кроме разрешительных мер для наших, конечно же, запретительные меры для культурно-далеких людей, для того, чтобы они не путали берега, уважали местных жителей, уважали местную культуру и приносили пользу и себе и людям. Потому что так их эксплуатируют, уже как рабство какое-то законное на стройках может быть. И кремное усиление страдает из-за этого. И под угрозой вообще спокойствия, благополучия и стабильства три страны. Нам-то не надо. Так вот, из-за того, что бабло-ориентированная политика, которую ввели по сути лоббисты, заинтересованы как раз в том, что мигрант был нелегален, что можно было обманывать, что можно было платить, что можно было за них отвечать. Но это все слишком дорого общества входит. Я на этой неделе просто в осадок выпал, когда только-только Путин заявил о том, что он пойдет на президентские выборы. Тут же, ну, сначала его поддержала Валентина Ивановна Матвиенко, сказала, давайте, Владимир Владимирович. И одни из первых, вот в самом начале РСПП, так называемый профсоюз олигархов, говорит, мы готовы написать для Владимира Владимировича экономическую программу. Олигархи тут как тут. Еще никто не прочухал, уже олигархи говорят, мы готовы вам объяснить, как надо России жить. Вот это фантастика, конечно. Мы не можем Россию отдавать управление олигархами, поэтому у семенян детей без глазу, и, понятно, олигархи пользуются тем, что вот эти полномочия по операционной политике и осуществления ее распределены между кучей ведомств. Мы недавно собирали ведомства, которые участвуют в этом вопросе, там, как раз, предложение, которое говорили, это предложение, это предложение большей части СССР-комитета, потому что они сегодня все понимают. А что вообще силовики предлагают? Потому что силовики, это темный лес, они не так много выступают, только какие-то программные речи такие большие, объемные. Вот как раз предложение по ужесточению взголодательства нарушения мигрантов, не получивших недавно гражданство, и не получивших нелегальных, то, что я недавно сказал, как раз предложение в основном СССР-комитета. И я как раз то, что на совещании услышал, вы собрались в основном не только силовиками, но вообще вовлеченными в миграционный вопрос с ведомствами, обсудили, что нам делать, и как раз услышали предложение, получили комментарии на наши идеи, в общем, собрали, что депутаты за разные ремеси предлагали, и мы уже начали относиться к проекту, которые смогут в том числе берега вот эти вот разумные вести миграционную политику. Но семена и дитя без глаза. Тут должен быть какой-то полномоченный орган. Не все это надо заново создавать. Можно, так сказать, разделить полномочек от имеющих всего. Но кто-то должен отвечать не только за, так сказать, какую-то часть ответственности в целом за инвестиционную политику, что наслужило интересом страны не только отдельных олигарх, но всей экономики и всего коренного населения. Это очень важно. И начать с базового вопроса. А сколько нам мигрантов реально нужны? Там приходило именно Сахипзан, Юль. Я ее спросил, потому что она выступала на тем, сколько вам нужно? Ее умный помощник прям там антицифры умеет жаллировать. Бац-бац, посчитал, на основе с миллион нужно. Хорошо. Какие сектора, какие отрасли, какой квалификации? Дальше только понятно, Центробанк спрашивает, наверное, не в первую нашу очередь. Вы, так сказать, вы можете провести исследование, понять, сколько, кто умеет. Не, вот это на самом деле, Дмитрий Вадимович, вы рассказываете, я все это в голове представляю и думаю, хорошо, миллион мигрантов, ладно, но, а зачем разрешают привозить семьи с огромным числом детей, вот с чего мы начинали? Это же, опять же, для Министерства финансов больная тема, сколько надо будет на пособие денег потратить, там миллиарды получаются. Ну, давайте хотя бы в этом какую-то точку поставим. Ребята, либо вы сюда приезжаете, чтобы здесь конкретно встраиваться в общество, но вы учите русский язык и там много чего делаете, либо ваши семьи остаются там, ну, это надо разграничить. Только обязательно, просто должен кто-то, вот я не могу быть, если назначить, там не нужно висеть в пять дней во лбу, надо просто делать работу нормально. Вот, потребности... Это проблема для наших, это работать мы не хотим. Такие-то категории граждан, то есть не граждан, какие-то категории нам уже специалистов, такие-то задачи у нас стоят. Дальше мы смотрим о потенциалу. Столько людей мы, допустим, можем привести культурно близких. И мы хотели, чтобы они интегрировались, встречались с семьей, получали ПНЖ, например, представители иных народов, проживающих из-за дела с экспедиционами. Также мы не против какой-то доли инвесторов, там, этих самых фирменов и каких-то специалистов из недрушенных стран близких нам по ценностям. Давайте, окей, сделаем то, что делает 52-й и 53-й. Окей, нам, допустим, это закрывать вот такие потребности. И осталось еще такое-то количество, нам нужны неквалифицированные рабочие силы, которые мы можем взять в страну средней Азии, например. Но мы уже знаем, что они не склонны интегрироваться в общество, они склонны сформировать анклавы. Мы видим пример, к чему это пришло в Европе. То есть, ну, не надо в розыках очка кайфить. Мы не хотим за постарение себя Парижем, бунтов, мигранских и так далее. Поэтому этих людей мы, конечно, готовы для самых из них, кто там хочет связать свою жизнь с Россией, дать путь по интеграции в общество к получению БНЖ гражданства. Но они должны в армии отслужить как минимум. Сейчас у нас человек из Таджикистана, он даже по призыву не идет, потому что у них есть зачет в воинской службы призыва в Таджикистане. Это неправильно. А в других странах не идет, потому что просто за этим не следили. Сейчас устали следить, но все равно это как бы слабо. То есть, если тебе хочешь интегрироваться, окей, у тебя есть путь выучить русский язык, отслужить в армии. Это должен быть непростой путь. Ты, пожалуйста, живи и работай. Но если ты хочешь получить гражданство вести свою семью, это должен доказать верность России. А так, в основном, это, конечно, будет неинтересно, да и мы с уважением несемся к людям, которые приехали, поработали, уехали и принесли пользу семьи русской экономики. То есть, должна быть рациональность, в интересах отдельных олигархов или отдельных даже, так сказать, крупных олигархов, а в интересах страны в целом экономики русского, ну, коренного народа, русского шопа-сквызка, потому что у нас и русские чеченцы, и русские буряты, и русские тазарки. То есть, тем, кто несет ответственность за свою страну, как нам, Владимир Ильич, очень рады силы. Спасибо. Вот теперь принципиальный момент. На фоне приближающихся президентских выборов мы видим вот этот огромный тренд на традиционные ценности. Тема абортов и тема миграции. Много вопросов, которые сейчас обнимаются и поднимаются в том числе на слуху высказывания чиновников и депутатов. Вопрос. Как делать так, чтобы то, о чем мы говорим, оно реально было принято, чтобы оно реально вступило в силу, чтобы оно реально поменяло ситуацию, а не то, что вот сейчас выборы пройдут и как бы забыли? Ну, что вы имеете? Я думаю, что разные дела закона, дела закона, они случатся. То есть указ на традиционных ценностях есть, мы сейчас планируем приментировать все отношения семейного, ввести предложение о традиционных ценностях в плане семейного кодекса, что-то будет приментировано, как, соответственно, с указом президенту уточняется. То есть я думаю, что дела закона будут сделаны и не вижу, почему они это не будут доделывать. Ну, те же лоббисты будут мешать же. И в итоге они могут сказать, ну, давайте перенесем, 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 а потом весенняя сессия кончилась, ну, так мы это и не приняли, а в осенне уже никто и не вспомнит. Я думаю, что тут просто надо такой вопрос у вас глубокий, он в совершенно нескольких плоскостях. Я думаю, что на словах все будет сделано. Я думаю, что в делах будет сделано, но часто фарисийские, знаете, как бы, ну, как бы законнические. И я даже думаю, что скорее я ожидаю, что вот эта вот борьба с традиционной ценностью маять не качется в другую сторону к излишнюю скачу. Вот такой архаичный вот даже. И я думаю, что это особенно среди молодежи, какой-то там жителей столицы это что-то из вот этой реализации программы крепления традиционной ценности даже будет казаться каким-то перебором и утрированием. Я думаю, что так и будет. Но реально, если говорить о традиционной ценности и духовных ценностях, мы же говорим тогда о Боге, о вере, и тогда я чуть-чуть уже о духе. Я недавно общался с одним священником, который окормляет такую нашу элиту. Он сказал 4-я встречи, Дим, я ему предлагал, давайте мы будем с вами вместе известный священник, давайте будем с вами встречаться, не знаю, просто чай пить, мы будем нам как-то представлять духовные темы, как Бог смотрит на нашу деятельность, на страну, что нам в глазах Бога важно делать. Он сказал я согласен, давайте встречаться, приводить на своих депутатов, кого еще считаешь нужным, но честно скажу, я в своих словах говорю, надежды мало, потому что я 40 лет служу в элитах, скажем так, единственный раз на руглевке какой-то там элитарий подошел и сказал, давай там духовные темы будем с нашими элитариями общаться, будешь у нас разом учить, но это не случилось. И он видит проблему, что нет духа покаяния, потому что есть дух законничества, это раньше так, теперь так, вот как вы сказали, так теперь делаем, то есть закончится, утверждаем. Но дух покаяния это вопрос ответственности. А есть передези на духовности, то есть мысли о том, как ты выглядишь перед Богом, как твое сердце право или неправо перед Богом, перед людьми, вот такие духовные вопросы. В среднем, в сожалению, все плохо, но этот вопрос его не изменишь законами, это какое-то духовное пробуждение должно быть. Ну вот в третьем стаде священника будем лезть и молиться, может туда еще вплоть тянется. И тогда что-то в сердцах изменится. Потому что, конечно, настоящие духовные ценности, они не буква, они дух, и здесь этот человек не по благоустройству, что Бог даст, или не даст. Но, кстати, священник сказал, несмотря на то, что духа покаяния нет, особенно в мире в стране, к сожалению, с его точки зрения, тем не менее, Бог по милости, по благодати, с его точки зрения, Россия даст шанс. Я не казах понял, на что. Но и мы будем это сделать в будущем. Поэтому, сегодняшний день был соглас, но нам надо, конечно, этим шансом воспользоваться, потому что нельзя милость Бога пренебрегать. Ну понятно, не искушай Господа твоего понапрасну, потому что если ты будешь и раз, и два, и пять, и десять испытывать его на прочность, то рано или поздно все кончится плохо. Каким бы счастливчиком ты себя не чувствовал. Смотрите, у нас, на самом деле, это народный уже запрос, который все больше и больше встает. Да, конечно, разговоры, законы, это хорошо, но мы хотим увидеть результаты. Вот если люди, активисты, там собираются, вот уже пошло по стране движение народных дружин, тоже там бывают разные скандалы, месяц назад одна народная дружина сняла ролик о том, что они такие бравые ребята, но они зачем-то надели на головы лыжные маски, и возник вопрос, это народная дружина или это бандиты, зачем им прятать лица, естественно, лоббисты мигрантов, они тут же возмутились, да вы посмотрите, это какой-то куклус-клан зарождается в России, это недопустимо. Что делать людям, которые хотят реальных перемен, чтобы на словах, на разговорах дело не кончилось? Вы такую больную тему затронули, дело в том, что говорят лоббисты-мигранты, что ой-ой-ой, не качайте тему, ой-ой-ой, это нарушает будто нестабильность, но до настоящего терпения народу не беспредельно, и правда, она все-таки видна, потому что она видна у тебя во дворе, на твоей улице, в метро, люди все видят, и это переполняет народ терпение, и как раз за душевую нереальность, за душевую неправду, оно и приводит к нестабильности, потому что тогда люди начинают брать свои руки правосудие, но это неправильно, это невозможно, это очень опасно, как раз моя-то роль, я же не в каком-то там комитете по миграции у нас такого-то нет, у нас есть комитет СНГ, который это отвечает, но я не там, я в комитете по обороне сейчас нахожусь, я пошел туда после изменения мобилизации для того, чтобы в первую очередь заходиться помогать мобилизованных членов их семей, и у нас есть штаб в общем мобилизованном, может, около 6 тысяч обращений получили, где-то в половине случаев хотя бы частично проблемы были решены, то спасибо военных прокурорам, губернаторам, это надо не точно, то есть моя основная работа, но я смотрю чуть дальше, я понимаю, что мобилизованное не вернулся, и вот тогда мы можем получить сюжет а-ля там Рэмбо за 35, или нет, Рэмбо приезжает там в себе в родной городок и видит, что, значит, власть коррумпирована, полиция коррумпирована, и он решает брать полосы в свои руки. Вот я представляю себе людей, с которыми я по роду свои служения, службы общаюсь, и вот они приезжают в свой маленький городок, условно, там Александр, ну, я не знаю, это условно маленький районный городок, и видят, что там этническая преступность, которая по группе этнического кафе группируется, она там крышует мелкий бизнес, коррумпировал, не знаю, главный полицейский и прочие силовики, и вот это может вообще быть большой проблемой, если мы, допустим, в ситуации, когда мобилизованные вернутся в ситуацию мигрантского беспредела, вот тогда это вообще может быть опасно, просто для внутренней стабилизации. Мы должны, мы обязаны возвращаем мобилизованных в укрепите это в порядок, для того, чтобы как раз у кого не было желания надевать какие-то маски и встепо, и встепо, и встепо, и встепо, и встепо своими силами. И в конце концов вот эти вопросы мобилизованных развернуть в здравое русло, в конструктивное русло, чтобы они знали, например, поддержите программу «Справедливая Россия», мы знаем, что с этими проблемами делать. Ну, это вы как бы рассказываете, как нам это использовать для нас. Я думаю, что там... Но это не только для нас. Если без мобилизованных не получится, ну, хотя бы тогда так. Я тут вопрос, что как раз мы должны сделать так, чтобы мобилизованные вернулись в порядок, а не видели коррумпированный мигрантский беспредел. Потому что тогда вот у людей, которые умеют обращаться оружием, у которых есть боевое братство, есть желание справедливости, не было искушения вести его в свои силы. Мы должны разобраться сами. Почему? Потому что государство должно иметь монополийное насилие. Но для того, чтобы люди спокойно это воспринимали, государство должно обеспечивать порядок. И действительно, одно из направлений беспокоить наши граждане это ситуация с мигрантской преступностью. У нас нет вариантов, у нас, я не знаю, как у государства, нет вариантов не навести порядок, потому что иначе народ начнет его наводить, а это плохо для государства, для народа, для всех. Потому что это ненормально. Поэтому нужно дать ответственность кому-то, дать полномочия и расширять не какую-то удивительную инновационную, а просто нормальную, здравую, проработанную во многих других странах мира вибрационную политику. Привлекать своих, их утилюризировать, привлекать мигрантов, но при этом держать их в берегах, не давая им того, что не надо им давать, если они не доказали верной стране и между гражданством, и прочие права, и так далее. То есть, надо просто поступать со всем здравым смыслом. Вот, и все. Но пока я не знаю, кому у нас в стране это получено. Никому. Ну, то есть, у всех что-то свое, а представитель не угалывайся, меня нигде без глаз. Вот такая вот у нас ситуация с инновационной политикой сейчас. Понятно, что происходит какая-то беда и олигархии, группированные там чиновники, там, или представительство структуры, они делают свой бешен и что-то еще, как называется, не знаю. Ну, что ж, посмотрим. Наверняка эти темы будут затронуты и на пресс-конференции путинской. И, так или иначе, я думаю, что сейчас какие-то там и видеообращения, и наш ролик, все это мониторится. надеюсь, что чашу весов будет постепенно перевешивать и все-таки какие-то перемены будут происходить и после выборов, и все активнее, активнее. Дмитрий Вадимович, я думаю, мы уже довольно много тезисов озвучили. Дорогие друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты, распространяйте информацию. Дмитрий Вадимович, спасибо за уделенное время, до новых встреч. До новых встреч.